Вот эти вот счётчики установили 7 ноября и опломбировали 7 ноября 2014 года. С тех пор началась у меня проблема. Год назад ветеран Великой Отечественной войны Леонид Юренко стал обладателем современных агрегатов – водосчётчиков. Планировал экономить, но не вышло. За год потребил всего 26 кубов горячей и холодной воды. Только вот денег на оплату услуги ушло гораздо больше. Ежемесячно в квитанциях РГЦ выставляет цифры, превышающие реальное потребление. Сразу месяца через два, когда я начал проверять расходы, сразу я обратил внимание, что тут что-то не так. Так, например, по счётчику, водосчётчику, у меня 26 кубов расходов по ноябрь включительно, а платёжка 42 кубометра. По почётам самого Леонида Васильевича за 10 месяцев он переплатил 461 рубль. Как так вышло, не понимает. В РГЦ предположили, показания в квитанциях, скорее всего, рассчитаны исходя из средних значений потребления. Так делают, если по какой-то причине данные с приборов учёта не поступили специалистам. Вероятно, так и получилось. Дозвониться в РГЦ очень сложно, поделился ветеран. Поэтому теперь его там ждут лично. Если у вас есть сомнения какие-либо по расчёту вашего платёжного документа, нужно обратиться за сверкой в один из офисов расчётно-кассового центра. Вам обязательно всё расскажут и покажут. Для ветеранов Великой Отечественной войны у нас предусмотрено отсутствие очереди, то есть они принимаются вне очереди. После сверки пенсионеру сделают перерасчёт. Но чтобы впредь разницы в показаниях не возникало, специалисты советуют не просто вписывать данные с приборов учёта в отрывной талон, но и передавать их в РГЦ. Самый верный вариант – оставить талон в ящике для прибора показаний. Он есть в расчётно-кассовом центре на Калинина, 52.